Вы не случайно пришли к нам сегодня на вашу замечательную конференцию о смыслах. Вы сейчас находитесь на территории смыслов. Обычно наши гости, которые впервые приходят к нам в театр, видя наш логотип, спрашивают, а что это такое, а что это значит? Мне интересно, а вы были у нас уже? Поднимите руки, кто у нас уже был. Супер, здорово. Это тоже хорошо. На разных языках изобразила вам, какие бывают эмоции и мысли, когда видят логотип, очень необычно интересный для Москвы. Это тоже логотип со смыслами. И история его создания начинается с истории создания учреждения культуры в этом заведении. История нашего домовладения очень тесно связана с соседним зданием, Музеем современной истории. Вы все проходили мимо в XVIII веке. Граф Разумовский продал английский клуб, вы знаете, там был английский клуб, Иван Павловичу Шаблыкину. Тот был почти что вашим коллегой, очень хорошим предпринимателем, финансистом, который решил построить доходные дома. В те годы на этой территории смыслов, где мы сейчас находимся, были двухэтажные флиги, лесады и огороды. Москва горела, потом строилась. Была мода строить доходные дома. Иван Павлович Шаблыкин решил построить доходные дома. Первый дом – это дом, в котором мы с вами сейчас находимся. Был построен в 1874 году. Вот на схеме он виден. Архитектором Никифоровым. И он давал хороший доход. Сохранились записки в 1909 году. Был построен следующий дом в 1888 году. К сожалению, сегодня всем я не смогу провести экскурсию, показать наши все замечательные пространства, закулисья. Но я постараюсь максимально показать вам их в нашей презентации. К примеру, в 1909 году чистый доход дома составлял 48 853 рубля. Для сравнения, если перевести на наши деньги, то на эти деньги можно было купить 24 автомобиля, 698 лошадей, например, дойных коров 814 и так далее. Это был хороший доход. И на заре 1990-х годов… А, вот, я вам не рассказала замечательную историю. Когда мы открылись после реставрации с приспособлением, нам житель этого района подарил замечательную газету, на которой есть изображение нашего здания. Вид с торца улицы Тверской и Мамоновского переулка. Господин Гуляев расположил там свой магазин. И по случаю Светлого Христового воскресения он приглашает горожан к себе в магазин, предоставляя им скидки. Обратите внимание, газета 1898 года. Ее вы можете видеть, этот раритет в «Электронуре». Это наш партнер, вход со стороны Мамоновского переулка. Выглядело тогда здание следующим образом. Были группы львов на здании, были чугунные ворота между зданием музея и зданием, где мы сейчас находимся. Интересная история, связанная с передвижкой здания. В 1939 году, вы знаете, всю Тверскую передвигали от Кремля до Белорусского вокзала, расширяя улицу Тверскую. И мне интересно было почитать Эммануила Генделя, который говорил о том, что это было самое тяжелое здание. Интересно же, почему же самое тяжелое, если есть здание побольше габаритами. Оказалось, одновременно передвигали три здания. Здания, в которых мы сейчас с вами находимся, здания соседние. Это сейчас они едины. Как они стали едины, я вам расскажу чуть позже. И здание МТЮЗа. Вот вы видели на предыдущем слайде, вот на макете, извините, на макете вот это здание МТЮЗа. Вход у них сейчас со стороны Мамоновского переулка весил он 26 тысяч 540 тонн. И передвигали его 58 домкратов с тягой 2 тонны каждой. Часть домкратов ткала, часть домкратов тянула. Таким образом передвигали здание наше. И, как всегда, не бывает ничего без новшеств. В 1900-е годы в России стали производить фильмы. Слово кино не существовало ни в каком из языков. Поэтому помещение, где показывали фильмы, называли электротеатрами. И был почти что ваш коллега, очень хороший финансист-предприниматель. Он был золотопромышленником, Абрам Гехтман, который понял, что на культуре тоже можно зарабатывать деньги. И это более короткие деньги, нежели золото добыча. И он берет эти здания, в аренду снимает, переоборудует их под электротеатр. Место замечательное. Центр города, Тверская. И, как бы сказали сейчас предприниматели, прикормленные. Потому что на первом этаже был ресторан. А люди это место знали, люди сюда приходили. Да, ресторан был, собственно говоря, до 2013 года. Пока не изменилась полностью концепция. Но, как вы понимаете, первая часть названия «Электротеатр Станиславский» взята, заимствована из названия «Электротеатр Арс». Что же было дальше? Произошла революция, вы помните. Появилось очень много брошенных детей, беспризорников, которые надо было социализировать. И была такая замечательная Наталья Сац. Наверняка вы были в музыкальном театре Сац. Которая любила заниматься с детьми, организовывала театральные кружки, социализировала. Эти детей здесь кормили, поили, одевали, обували, ставили с ними спектакли. И в то же время вечером люди приходили в кино. А кто мог после революции позволить себе приходить в кино? Непмановская публика, которая выгуливала свои меха, бриллианты. И сохранили записки о том, что блохи прыгают с кресла на кресло, на их кюофюр. Поэтому московскому театру юного зрителя дали соседнее здание. Собственно говоря, до сих пор там работает МТЮС. Впоследствии, когда построили новое здание на проспекте Вернадского, туда уж на музыкальная составляющая, и образовали другой новый театр, а московский театр юного зрителя, до сих пор по соседству с нами. Мы их тоже любим, дружим с ними. И в то же время Константин Сергеевич Станиславский, гордитесь, друзья мои, мы живем в стране, где жил и творил один из, можно сказать, пяти, максимум десяти величайших людей мира, которые не просто создали театр, они создали драматическую театральную систему, которой пользуется весь мир. Константин Сергеевич Станиславский создал свою оперно-драматическую студию Станиславского, и они работали в разных зданиях. Поэтому в Москве так много театров имени Станиславского, везде, где они поработали, везде считают своей честью назвать именем Константина Сергеевича Станиславского. И знаете, часто зрители ошибаются. Они приходят, к примеру, к нам на спектакль с билетами в музыкальный театр Станиславского, анимирующего Данченко, или наоборот, или в театр около Константина Сергеевича. Нет, около театра Константина Сергеевича Станиславского. Одним словом, бывают метаморфозы. В 1948 году это здание было передано оперно-драматической студии Станиславского. Именно тогда отпала первая частица этого названия, оперного. Поскольку мы сегодня говорим о смыслах, я не могу акцентировать на этом внимание. Константин Сергеевич Станиславский желал развивать оперно-драматическое искусство. Но в этом здании не то, что опера, звук не звучал. Поэтому эта часть слова просто отпала, и здесь стал работать Московский драматический театр. Необходимы были приспособления, потому что в отличие от показа кино, показ театральных спектаклей ставит перед собой задачи организовать и костюмерные цеха, и гримерные цеха. Это огромный процесс производства спектаклей. И, собственно говоря, юридические и до сегодняшнего дня Московский театр, драматический театр имени Константина Сергеевича Станиславского. Но пришли иные времена. В 2013 году был объявлен конкурс на замещение вакантной должности художественного руководителя. И выиграл ее Борис Юрьевич Юхананов, нынешний руководитель электротеатра Станиславка, который изменил концепцию. Во-первых, он решил, что, коль скоро мы называемся театром имени Станиславского, необходимо вернуть полное значение этого смысла оперно-драматической студии Станиславского, для чего были предприняты большие затраты и материальные, и физические, и финансовые, для того, чтобы это обеспечить. И изменилась концепция. Открыть театр максимально для всех зрителей разных направлений, разных мероприятий. Поэтому вы, друзья мои, не случайно сегодня здесь. Это территория со смыслами. Здесь мы расположили... В первом строении, где мы с вами находимся, пожалуй, я лучше слайдами обойдусь. Открылись мы после реставрации с приспособлением в 2015 году. И, как вы видите, прошло ровно 100 лет с того времени, как открылся здесь электротеатр Арс. И вот смысл основной в этом логотипе заложен следующий, что драматическими театральными методами Константина Сергеевича Станиславского электротеатр Станиславский несет свет нам с вами, всему сообществу, всему миру, свет, знания, умения. Да-да-да, мы ставим не только спектакли, у нас большое количество различных мероприятий, образовательных проектов. И проходят они здесь в разном формате. Поэтому наши все пространства, где проходят какие-то мероприятия для зрителей, мы, зрительские пространства, мы называем вусложными словами. Электротеатр, электрозона, электрогардероб, электролестница. Да-да, у нас спектакли ставятся даже в электрогардеробе, где вы раздевались. Аккурат в этом пространстве, которое вы видите, проходит спектакль, к примеру, «Все так», где зрители сидят вдоль стеночки, актеры выходят по лестнице, по той, которой вы спускались в гардероб, и по той, по которой поднимались. И в этом пространстве играются хореографические спектакли. Получается очень интересное взаимодействие, как игра в игре. Потому что вы видите не только актера в фаз, вы видите все его движения, отражения в зеркале. Вы видите и актера его игру, и свое отражение в зеркале, вы видите и отражение актера, и видите его в лицо, и вы видите и себя, и отражение своих друзей, партнеров, остальных гостей. Вы можете обмениваться зрительно мнениями. Происходит такая вот некая игра в игре. Играем мы спектакли на электролестнице. Чудеса с ней произошли. Когда мы ее очистили от огромного количества слоев масляной краски, которыми обычно красят совдеповские общественные учреждения, она вдруг заиграла, как некий античный памятник. Она стала выглядеть, как некая сценография уже готова. И там акустика изменилась. Она стала настолько великолепной, что там можно играть в спектакли даже без дополнительных каких-то акустических элементов. А актеры, они вообще по жизни всегда где-то что-то репетируют. Если актер один и молчит, он репетирует в себе. Если они вдвоем, это уже групповая репетиция. Если они еще и втроем, или в четвером с режиссером и сценографом, то это практически готовится новый спектакль. И поскольку наш театр не закрывался ни на один день, он был закрыт только для зрителей. То делался ремонт какими-то фрагментами, какими-то частями. И в первую очередь была выполнена лестница. И там начались репетиции. Причем начали они их сами производить. И там родились много интересных спектаклей. Это и Пушкин Плюс, и Мое поколение. Вам интересно, как это все происходит. Да, монтируются из театральных станков зрительские места, конечно, оборудование подключается. Приходите, вы каждый раз будете видеть разные пространства в зависимости от формата. Играют спектакли. И, естественно, на основной сцене нашего театра у нас зрительный зал «Трансформер». Вы помните, что наше здание построено не как для театра, поэтому у нас есть свои сложности. А любой минус, как вы знаете, можно превратить в плюс. И мы создали театр «Трансформер». Вот, к примеру, в пустом виде он выглядит, как вы видите. Серые панели гармошкой вдоль стен не что иное, как акустические панели, благодаря которым вернулась опера в наши стены. Звук стал слышен. Поэтому в нашем театре независимо, я вам расскажу страшную тайну, независимо от того, где вы сидите в первом ряду за 10 тысяч рублей или в 12-м за 500 рублей, слышите вы одинаково совершенно, поскольку зал маленький, одинаково хорошо. К примеру, для спектакля «Вакханок» может быть рассадка в одном ракурсе, для оперы «Сверлиться» в другом ракурсе. Это все возможно, потому что у нас один из самых высокотехнологичных зрительских потолков. На площади нашего потолка 104 лебедки. Для сравнения, обычно в театре их 5-10, ну, может быть, в Большом театре около 15-20. Это позволяет крепить оборудование в любой точке зрительного зала, меняя конфигурацию, так, как задумал сценограф, режиссер. Поэтому зрители могут проходить на свои зрительские места по одной лестнице, по другой лестнице. Все зависит от формата мероприятия, и они все очень разные. Вот, к примеру, спектакль «Синяя птица» очень интересный. Это три дня идет спектакль по пьесе Морриса Метерлинка. Вы все летаете самолетами. Так вот, этот вот круг — это не что иное, как фюзеляж Боинга в натуральную величину, в разрезе. Маленький Боинг летает перед спектаклем. Такие вот у нас мощные сценографические элементы. Они все очень разные, о них можно говорить бесконечно. Ромео Костелуччи у нас поставил спектакль очень интересный человеческий, использование человеческих существ, где зрительские места не предусмотрены вообще. Зрители ходят, видят, смотрят, стоят, сидят. Очень интересные спектакли. Макс Блэк «Перед заходом солнца». То есть вы видите, я вам просто хотела показать различные конфигурации. И само пространство, в котором мы сейчас находимся, мы тоже называем электрозоной. Почему? Потому что это пространство постоянно зонируется, изменяется. Вот сейчас мы в формате конференции, презентации. У нас есть возможность показывать фильмы. Здесь же в таком же формате. Вы видите вдоль стен большое количество металлических решеток. Это не что иное, как возможности для инсталляции различных выставок. Если вы обратите внимание на потолок, то вы увидите полозья. Вот у нас четыре полосы, две с этой стороны, две с той стороны, на которых прикреплены каретки, к которым можно вывешивать решетки. И этими решетками можно это пространство делить на сегменты, делать различные лабиринты. На входе вы видели небольшую декорацию спектакля «Тао», который идет на японском языке, будет и на английском языке. Да, у нас спектакли идут на разных языках, и обязательно с субтитрами на русском языке. Поэтому, если вы хотите повысить свой уровень знаний английского, немецкого, итальянского, греческого или, например, японского языка, welcome, мы всегда вас ждем. Если вы хотите настроиться на усовершенствование своей физической составляющей, то тоже к нам. У нас есть, например, замечательный спектакль в Аханке, где, ну вы помните, в Древней Греции всех богов изображают в виде животных. Вот бога Диониса, например, изображают в виде змея. Как двигается змея, вы представляете, да? Это статика, динамика. Кто из вас планку делает? Сколько минут вы держите? А час тридцать с текстами и дрипида. В таком формате проходят наши мероприятия. Это и место выставок, это и «Синий фантом». Мы открыли малую сцену в 2016 году. Мы открыли электродвор, чего нету нигде в другом месте в России, где тоже проходят спектакли, концерты. За этим экраном находятся точно такие же окна двери, куда в хорошую погоду можно выйти, также выпить чашку кофе, встретиться с друзьями. Вечером проходят, вы видите на кадрах оперу «Галилео». И, друзья мои, я приглашаю вас всех на территорию наших смыслов. Всегда всех. Электротеатр Станиславский, если сказать одной фразой, это место эмоционального интеллекта, за которым вы охотитесь, повышаете его в своих организациях, а он повышает эффективно деятельность в ваших компаниях, в ваших сотрудниках. В конце конференции, за столиком, где стоит Анна, вас будут ждать наши подарки. Пожалуйста, подойдите, радуйтесь вместе с нами. Спасибо.